Самый большой угольный гриль от компании Weber. Вот он, сейчас соберу и покажу. Привет, я Иван и вы на канале Маэстро Барбекю. Ни разу не собирал этого красавца, но сейчас соберу и расскажу вам, какой он прекрасный и большой. У него даже на крышке две ручки. Зольник? Крышечка. 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 Ну что я хочу сказать, гриль большой. Это явно больше, чем два мастер-тача по площади. Вы считать можете сами. Очень просто. Площадь равна 2 PR квадрат. Подставьте вместо радиуса 57, а потом подставьте 96. И вы поймете, что он реально больше. Снизу три регулятора воздуха подо. То есть с разных сторон можно направить воздух, по-разному закоптить. Огромная решетка вот с такими лопухами, дверцами. Можно подсыпать уголь, подложить чанки. Мне кажется, два 6-килограммовых брызги-то сюда легко залетят. Да даже и 7-килограммовых. Правда, сейчас таких уже не продают. Крышка нереально тяжелая. Да и сам гриль не тяжелый. Ну, в общем, мне он нравится. Но только я не понимаю, зачем он мне. Он отлично подойдет в тех местах, где собирается, ну, наверное, 10-15 мужиков, чтобы сразу наложить много стейков, пожарить. И быстро все сожрать. Потом еще раз наложить, еще раз. Либо коптить какие-то большие куски. В общем, я сейчас в таком восторге. И удивление. Он реально огромный. Это самый огромный угольный гриль, который я видел. Стоять он будет на Новоричском шоссе в магазине. Можно приехать его и купить. Ссылка на этот гриль будет внизу ролика. Заметили, у гриля нет термометра. Да его тут некуда поставить. Он будет показывать. Но не то, что примерно температуру. Он будет врать. Совершенно точно использовать нужно щуп. Либо от iGrill, либо от Weber Connect. Закрепляйте прямо на решетку и готовите. Тогда показания будут четкие. Потому что что здесь поставите, что здесь. А уголь лежит вот здесь. Вы никогда не разберетесь в таком огромном гриле. Какая температура. Поэтому термометр лишняя деталь. Три основных крючка для инструмента. Двигаются вот по этой раме. Вполне себе удобно. Для правши, для левши. Куда хотите, туда и поставили. Щипцы, лопатка, щетка. Все есть. Но есть еще вот такие вот ограничители для крышки. Куда тоже можно повесить инструмент. Мы же русские. Надо использовать все на 100%. Зольник. Зольник у этого гриля открытый и большой. Можно достать, помыть и поставить обратно. И самое главное, ребята, у этого гриля 4 колеса. Два поворачивающихся со стопором. И два больших, которые переедут. Ну, практически любое препятствие. Ну, например, где-то удлинитель или шланг. Легко перевезете этот гриль. Пишите лайки, ставьте комментарии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok